Любой новый инструмент для рынка, естественно, всегда приветствуется. У всех участников торговли, инвесторов появляются более широкие возможности не только инвестировать в акции одного имитента, но появляется возможность выбирать. Тут был совершенно недавно типичный пример, когда один из инвесторов, достаточно квалифицированный, для своего портфеля должен был добавить облигационную составляющую. Он не хотел думать, какие облигации, какого имитента ему купить. Он просто взял и через биржу приобрел паи инвестиционного фонда, который специализируется на облигациях. В этом смысле инвестиционный фонд, вкладывая в различные облигации, определенным образом страхует инвестиции. А инвестору гораздо проще, потому что он не должен, уже не обязательно ему отслеживать доходность и оценивать риски. Развитие инвестиционных фондов на вторичном рынке, в принципе, идет в русле общей практики. А общая практика показывает, что это наиболее эффективный метод инвестирования. И он в первую очередь рассчитан на население, на широкие слои населения. Не на тех, кто специализируется на биржевой торговле, кто тратит много времени на анализ, кто имеет, скажем, интернет-терминал, а на тех, кто, скажем, читает новости ежедневно. И считает этого достаточно. Инвестирование в паевые фонды содержит в себе, наверное, меньше рисков, чем инвестирование в акции. Ну, например, почему? Потому что управляющий, если брать аналогию с эмитентом, акционерным обществом, стоит в более жестких условиях, за ним организован практически двойной контроль. У него есть регистратор и есть спецдепозитарий. В частности, спецдепозитарий проверяет все сделки управляющей компанией на предметах законности, ведет бухгалтерский учет и так далее. Поэтому пай с точки зрения рисков вложения, ну, наверное, в этом смысле имеет большее преимущество, чем другие ценные бумаги. Речь не идет о рыночных рисках, речь идет о сохранности средств. Вторичный рынок вообще создал возможность формирования закрытых фондов. Если раньше паи не обращались на вторичные рынки, то, в принципе, закрытый фонд не было смысла организовывать, ну, и, собственно, их не существовало. Теперь с появлением вторичного рынка начали появляться закрытые фонды, в которых управляющей компанией не обязаны выкупать паи. Они действуют примерно так же, как акционерное общество, но при этом стали появляться фонды, которые инвестируют средства на длительный срок. Например, фонды недвижимости, венчурные фонды и так далее, которые, содержая в себе, возможно, большие риски, могут приносить в определенном смысле большую доходность. Для управляющих компаний вторичный рынок – это, в первую очередь, возможность выйти в регионы. Потому что на сегодняшний день совершенно не организована система взаимоотношений регионального инвестора и управляющей компанией. Ну, по сути, эта система строится на принципах, которые были у нас еще в начале 90-х годов с появлением акционерных обществ. То есть инвестор садится на поезд или в самолет, приезжает в Москву, приходит в управляющую компанию, в письменной форме оформляет заявку, перечисляет деньги и ждет, когда на его счет поступят паи. Для того, чтобы продать паи управляющей компании и вернуть свои деньги, он проделывает примерно то же самое. Это очень неудобно и содержит в себе большие расходы. Использование механизма вторичного рынка существенно сокращает затраты инвесторов и расширяет рынок для привлечения капитала управляющей компании. Чем больше рынок для привлечения капитала для управляющей компании, тем, естественно, она может эффективнее работать, поскольку приток капитала создает ей возможность сформировать больше активов в фонд и эффективнее ими управлять. Инвесторы инвестиционных фондов Инвесторы инвестиционных фондов – это не те инвесторы, которые приобретают акции на биржах. Это другой контингент инвесторов. Это люди, которые не считают себя профессиональными инвесторами, не сидят ежедневно за торговыми терминалами, которые инвестируют, возможно, раз в несколько лет. Или выбрали способ инвестирования, вернее, как способ накопления. Предположим, они излишки денег от зарплаты инвестируют в фонд. Поэтому, еще раз говорю, что это разный контингент инвесторов, и инвестиционные фонды ориентированы, в первую очередь, на неактивных инвесторов, которые готовы к тому, что инвестиционные решения за них принимает управляющая компания. При этом ситуация складывается таким образом, что как раз вот эта часть инвесторов, которые, может быть, ничего не знали о биржевой деятельности в вторичном рынке, они теперь могут, обратившись к брокеру, попасть на вторичный рынок и совершить операцию по покупке или продаже паев. Это гораздо удобнее, чем приобретать, продавать паи непосредственно управляющей компанией. Если вы приняли решение приобретать паи, то, ну, в первую очередь, надо выбрать и понять вообще, с какой управляющей компанией вы хотите иметь дело. Ну, это достаточно просто. Можно просто взять список всех управляющих компаний, ну, это есть в интернете, и посмотреть, какое время они работают и какую доходность они дали за последнее время. Ну, второй совет тоже достаточно простой. Надо понять, куда вы собираетесь инвестировать и на какой срок. Возможно, приобретение паев открытого паевого фонда или интервального. Сейчас закрытых еще не очень много, поэтому, значит, либо открытый, либо интервальный. Если у вас деньги короткие, если вы хотите вложить деньги в небольшой срок, и они вам в ближайшее время понадобятся, ну, тогда есть смысл обратиться в открытый паевый фонд. А если у вас со временем и с деньгами все в порядке, если вы готовы инвестировать, предположим, на полгода, на год, то есть смысл инвестировать в интервальный фонд. В этом смысле интервальный фонд, он более эффективно действует, чем открытый, поскольку у него нет постоянных обязательств по выкупу паев. Информацию можно почерпнуть в интернете, ее очень много. Практически каждая управляющая компания имеет свой сайт, где публикуют состав активов, размер, стоимость паев. И самое важное, на что необходимо обратить внимание, это на правила доверительного управления. Практически это устав для управляющей компании, где прописаны все права и инвестора управляющей компании. Продолжение следует...